привет даниил привет антон hello всем 20 людям кто нас смотрит 20 миллионов извините до 20 миллион конечно первая новость о том что мы с тобой даниил больше не можем обсуждать коронавирус да теперь под запретом ведь верховный суд запретил не только публиковать непроверенную информацию о коронавирусе но и обсуждать ее вслух просто непонятно как они узнают конечно об этом но скорее всего будут такие люди опять возродятся которые будут звонить алло алло милиция будет мой сосед про коронавирус за стенами будут ходить 100 стаканчиками прослушивать все коронавирус все молчим нельзя но я я молчи в тряпочку интересно как на федеральных каналах это будет действовать мне кажется никак никого не накажет завод там за распространение ложных сведений не только коронавирус вообще обо всем там нормально это можно у них иммунитет до следующая новость как раз вытекает наверное из этой же петербуржцы подали коллективный иск к беглову и они оспаривают как раз введенные в городе запреты то есть вот на все эти мероприятия массовые на культурные мероприятия спортивно на закрытие кафе всех у закрытия кафе им им они у них претензии не к установленным ограничениям кто как это было сделано а не введен режим чрезвычайной ситуации называемой правовой неопределенности то есть нам запрещают но не вводят никаких чрезвычайных режимов какие предусмотрены при таких форс-мажор то есть а просто нам все запрещают короче на какой основании по какому праву на наше государство не хочет платить ничего как раз из стабилизационного фонда вот у нас который до 17 миллиардов насобирали но из него не путин платить никто не хочет возможно просто никакого фону нет есть такая вероятность поэтому никто не платит есть он а может и нет а может может быть а может и нет а может пошел ты за нарушителями режима самоизоляции в петербурге охотиться без пилотник вот такой есть видос замечательных у мчс мне это напоминает фильмы фантастические в которых невозможно спрятаться пока да да это антиутопия у меня да есть мысль что в правительстве кто-то нашел книгу орвелла 1984 и такой тотальный контроль классно давайте сделаем будем надеяться на то что у них надолго аккумуляторов не хватит так-то это мчс ски спилотник который используется в спасательных операциях когда людей там надо спасти лет там как-то найти кого-то но пока они вот на финском заливе тренируются но возможно и в районах тоже появятся такие беспилотники так что следите я сегодня уже шел с магазин и надо мной к это вертолет пролетал не знаю что это был за пилотный вариант беспилотный так что будьте бдитель еще и забавная история на днях произошла у троицкого моста там дежурил инспектор гибдд он остановил водителя который что-то нарушил и вместе они договорились о взятке то что инспектору водитель заплатит 20 тысяч рублей но денег с собой у водителя не оказалось и он он предложил подождать инспектору он сказал что у него денег нет но через час где-то приедет его знакомый есть такой у меня так сказать знакомый я его знаю например как евгений дмитриевич метела в частности его когда-то видел но есть такие понятия преобразование долго будешь говорить я думаю и деньги завезю от инспектору на доверчивый инспектор поверил действительно приехал через час человек дал отдал ему деньги но потом предъявил корочку сотрудника службы собственной безопасности я бренда вижу эту сценку это бренка ты острый сюжет внутри лишь сначала ловит нарушителя нарушителей такую схему проворачиваться они там службы собственно безопасности меня требуют взятку они приезжают все отдают взятку инспектор счастлив классно тут же такая корочка очень классный сюжет мне на самом деле напомнило это больше какой-то разбитый фонари бандитский петербург не давайте не берите взятки в общем да мораль такая не доверяйте людям моя версия морали не доверяйте вот что за человек пообещал честно же пообещал 20 тыс сейчас привезет порядочный до человек в день земли в петербурге выпустили на свободу редкие виды сов но такая классная зеленая новость благодатная природа торжествует такую акцию провели в природном заказнике сестрорецкое болото классное название перед выпуском сов на волю для них был размещен специальный вольер с кормом с мышами там мышей накидали что будет делать сова когда когда же корм корм они вернулись обратно в дверь вот встречаться как сторожа заказник чувак дай покушать ну классная новость или как думаешь мне не стоит больше сону разводить и мощные сами справиться да я сомневаюсь в том что есть необходимость держать слов почему они сами не могут размножаться то возможно этих слов держали в неволе не просто так возможно и нарушили что-нибудь законы какие-то коап постановления и все они на коронавирусе до лампы наручники их там да все кинули в это а сейчас все и про срок прошел их выпустили вот такой вариант еще может быть ну еще одна зеленая новость напоследок в петербурге высадят более 600 тысяч цветов 6 тысяч деревьев высажена и и 80 тысяч кастарников не получилось не получилось чтобы 60 было тысяч кастарников да об этом сообщает прислуг по комитету по благоустройству ну и бла 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 читали вы читались нас высажены высажены мы еще высадим и будет еще высажены непонятно для кого не высаживает если всем нужно дома себе озеленение будет в честь 75-летие всяких насадят там цветников и в александровском саду тоже там какой-то фестиваль будет цветов и там не будет ни одного человека день за как они собираются фестиваль делать если собственно может они у летом сделать я не знаю на улицах будет красиво так что и да и людей не будет а это еще добавит красоты но будем надеяться на лучшее все будет хорошо пока